Он изменял ход истории, работал на благо отчизны. Сегодня в Челябинске вспоминают Петра Столыпина. В честь 156-й годовщины со дня рождения государственного деятеля к его монументу возложили цветы. К памятнику великому русскому реформатору сегодня возлагают цветы депутаты областного парламента, представители духовенства и городские чиновники. По словам председателя регионального ЗАГС Собрания, даже спустя более чем 150 лет личность Петра Столыпина остается примером для многих. Сегодня его жизнь это просто учебник для нынешних политиков, которые живут, трудятся на благо России. Одни его слова, которые он сказал, что противникам государственности сегодня нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Эти слова сегодня актуальны для всех жителей Российской Федерации. Важную роль Столыпинские реформы сыграли не только в судьбе России, но и в истории Южного Урала. В Челябинск Петр Аркадьевич приезжал летом 1910 года. И тогда его внимание было приковано к так называемому переселенческому движению, с появлением которого и начал расти Челябинск. Ведь многие переселенцы решили не ехать дальше, оставались в городе, открывали свои мастерские и магазины. За короткий срок население областного центра выросло с 20 до 70 тысяч. И Челябинск это был как раз тот центральный переселенческий пункт, через который люди уезжали на восток. Поэтому Столыпин здесь был и смотрел организацию вот этого дела и принимал своей жесткой рукой улучшения, для того, чтобы его программа была реализовалась возможно лучше. Напомню, в столице Южного Урала памятник Петру Столыпину открыли 22 ноября прошлого года. Расположился монумент на площади перед концертным залом Родина. Инициатором проекта выступил фонд изучения наследия Столыпина и Генеральный совет партии «Единая Россия». Анастасия Мельникова, Кирилл Данько, СТС, Челябинск. Субтитры создавал DimaTorzok